Димаша Вау, ребята, какая оркестровая аранжировка! Это симфония, во главе которой играет скрипка. Какая прекрасная мелодия! Вау, ребята, какая оркестровая аранжировка! Хорошо, пока что он поет в таком разговорном стиле. И мы можем сказать, что в его голосе очень много воздуха. Голос с придыханием. Особенно в конце каждой фразы. Но он только начал. Это очень сладостная. Очень романтичная песня. Он работает с низкой динамикой. Обычно у него всегда пианино. И даже только что, когда он вступил в хор, на заднем фоне играла пианино. Все это сделано, чтобы не прерывать динамику звучания. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь он уже понемногу начал петь грудным голосом. С этими низкими гармониками. А потом сразу же возвратился назад. К тому пианино. К тому голосу с придыханием. Все это говорит о постепенном нарастании. С точки зрения динамики, это очень плавное нарастание. Динамикой динамикой. И вдруг он взрывается на этой лирической строчке. С немного приподнятым нёбом. Придавая этому глубину. Это была другая сторона его голоса. Потому что это прозвучало так сладко. Тот невинный голосок, который звучал до этого, сейчас стал таким твёрдым. Он стал чем-то, что имеет форму и тело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Супер полным смешанным голосом, который вообще может быть Это ж была такая высотища Но с Димашем это уже стало чем-то привычным А здесь он перешел в головной голос И этот регистр Димаш освоил не хуже всех остальных Субтитры делал DimaTorzok Нет, 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 нет Мы что, серьезно будем говорить про эту шизанутую ноту? Мне придется использовать виртуальное пианино потому что моего пианино оказалось недостаточно. Здесь крайняя нота это до 8. Мы не можем найти эту ноту даже на виртуальном пианино. Давайте-ка попробуем использовать частотный идентификатор. Здесь он мне показал ноту до 3 и ре 8, то есть определил частоту колебаний. И давайте уже добьем это высокочастотным генератором. Мы собираемся воссоздать ноту ре 8, которая только что здесь прозвучала. Это точно нота ре 8. Друзья, я худею. Я в шоке от того, что он смог это воспроизвести. Это же чудо какое-то. Вот сколько раз мне говорили, что он с другой планеты. Но нет, ребята, он человек. Человек, который получил этот талант вместе с заводскими настройками и который развивал его на протяжении всей жизни. Я не знаю, что еще он сможет вытворить после такого. Единственное, что я знаю, что мы будем слушать этого невероятного человека. Он завершил это почти на назальной ноте. Ребята, это было превосходно. Что это был за звук? Я не знаю, какой сейчас у Димаша диапазон. Если кто-либо знает его полный диапазон, напишите, пожалуйста. Это было чудесно. С самого начала я не верил, что эту ноту вообще можно пропеть. Но оказалось, невозможное возможно. Не хочу сказать, что это был самый приятный звук, который я слышал. Он даже немного раздражительный. Это же как собачий вой. Если только его как-то не встроить в красивую мелодию. Но все равно, чисто как факт, что человек способен брать такую ноту, это невероятно. С этим не поспоришь.